У Азербайджана нет политического ресурса начать крупномасштабную войну в регионе. Этого ресурса не было бы и в 2020 году, если бы тогда геополитические центры основные не были или проинформированы и промолчали, как, например, США, как я думаю, при Трампе, который, в принципе, был членом клуба автократов, и его запросто господин Нетаньягу мог уговорить не выступать и не поддерживать Армению, а лишь на словах. Ну, вы знаете, что традиционно США в вопросе Нагорного Карабаха довольно активно занимает демократическую позицию, позицию права народа Арцаха, в том числе на самоопределение, вне зависимости от того, как это будет оформлено, это самоопределение. Но именно США продвигали эту идею, поддерживали. И не менее важно, что только США, единственная страна в мире, кроме Армении, которая финансово поддерживала Нагорно-Карабахскую республику, официально предоставляла деньги, миллионы долларов. Россия поддержала Азербайджан фактически, то есть она стояла за этим нападением Азербайджана, если не сама была инициатором этого, потому что ей срочно нужно было вводить свои войска в Арцах, никаким другим путем Азербайджан бы не согласился, а по международным нормам Россия не могла туда войти. И не только Азербайджан не соглашался, Армения тоже не соглашалась. Армения и Арцах, армянские силы, которые контролировали эти территории, они не соглашались. И даже, я хочу вам напомнить, что даже в первые дни войны ни арцахское руководство, ни армянское не соглашалось на ввод российских миротворцев, хотя, казалось бы, это могло бы спасти ситуацию, но все знали, что за игру ведет Россия, и об этом открыто было сказано в 2016 году, когда тот же сценарий притворялся Россией, чтобы Азербайджан напал, начал бы побеждать, потом мы бы начали просить Россию нас спасти, она бы пришла и нас спасла, но взамен того, что и Азербайджан получит территорию, и Россия ведет свои войска в оставшую часть Арцаха. Это давнишний план, так называемый план Лаврова, но это не тот план Лаврова, который озвучен, а который должен был быть внедрен через войну, через форс-мажор, потому что никаким другим путем не удалось бы России избежать того, чтобы международные силы должны были туда вкладиться. Но, тем не менее, этот план реализован, по крайней мере, в той части, в которой мы видим миротворцев российских на территории Арцаха. Да, за счет интереса в Армении и в гораздо более худшем варианте, чем было официально заявлено планом, как в качестве плана Лаврова, и на который, в принципе, согласились именно тот, который был озвучен, на этот план, и западные последники тоже, потому что он предусматривал статус Арцаха, предусматривал возвращение территории в рамках границ НКО, бывшего НКО, возвращение беженцев туда и так далее. Никакого Шуши там и Гадрута не предусматривалось передавать Азербайджану. Максим, туда должны были вернуться в Шуши беженцы азербайджанские, но это должен был быть комплексный подход. То же самое должны были вернуть Армяне в Шалмянский район, который тоже был частью минского пакета. Более ранних версий, конечно, но все равно он обсуждался в минском формате. Так что всего этого не получилось именно из-за того, что Россия спешила перед тем, как напасть на Украину, так сказать, обеспечить свой южный фланг, как она это представляла. Как она обеспечила, мы увидели, фактически она потеряла Армению. Мы сейчас де-факто чисточисленимся союзниками России, но мы видим, что и настроение в обществе, и настроение в руководстве страны абсолютно не пророссийские. Все понимают, что Россия нас предала, все понимают, что за счет армянских интересов были продвинуты азербайджанские интересы, и российские интересы, и отчасти даже турецкие интересы, которые сейчас стоят, турецкие части под Агдамом, да, в виде мониторингов их каких-то миссий, но и в том числе и наблюдателей, в том числе и инструкторов азербайджанской армии. После этого Азербайджан спокойно уже вместе с Турцией подписал Шушинскую декларацию, которая, в принципе, объединила две армии, которые с точки зрения российских государственных интересов, а не интересов калиптократов, правящих в России, абсолютно неприемлемые для России, да, то есть Россия сама впустила Турцию на Южный Кавказ, где она не была 180 лет, впустила, предав своего союзника. Можно ли говорить, что неудачи на Украинском фронте для российской армии являются предпосылками для агрессии Азербайджана в сторону Армении? Я бы не исключил это, и хотя есть версия, что в данном случае тоже за вот этой эскалацией стоит опять же Россия, потому что все-таки Россия требует от Армении отдать Азербайджану вот этот коридор под контролем российского ФСБ, а Армения соглашается. И почему я могу эту версию тоже обсуждать довольно серьезно, потому что перед вот этим нападением, перед агрессией Азербайджана именно 13 сентября многие российские эксперты начали говорить о том, что Армении нужно опять показать ее место, и Азербайджан может напасть и показать, сломать, то есть уломать Армению и добиться вот этого коридора. Почему этот коридор? Зачем России нужен этот коридор? Как санкции. Он хочет связаться с Турцией беспрепятственно, а Турция сейчас связывается с Россией только Черным морем или через Грузию. А это очень такие рискованные каналы связи и транспортировки. Но через Черное море это дорого, там железные дороги, вы знаете, в несколько раз дешевле, особенно на таких расстояниях. Через Грузию опять же вот прямой железнодорожной такой нету, то есть она опять через Грузию, через Азербайджан должна соединяться с Россией, но опять же через Грузию рискованно, потому что Грузия является союзником Запада. Все-таки при всем том, что Иванишвили играет двойную игру и во многих параметрах избилизила Грузию с Россией, но все-таки контроль, политический контроль над Грузией со стороны Запада довольно сильный. А почему Турция тоже пытается получить этот коридор? Потому что через Грузию небезопасно связывается с Азербайджаном. Во время войны 44-дневной мы увидели, что ей было запрещено поставлять вооружение сухопутным путем, и все, что она могла дать Азербайджану, она делала воздушным путем, причем не военными самолетами, потому что военные самолеты тоже были запрещены к полету над Грузией, турецкие военные самолеты, борты. То есть Запад контролирует в этом смысле Грузию, через Армению она тоже не может делать до Азербайджана, то же самое через Иран. То есть она закупорена, пути в Азербайджан закупорены. Мы же говорим не только о экономическом сотрудничестве и продовольственных грузах. Ей нужен путь, через который она могла бы поставлять и получать военные грузы тоже с Россией. Если она метит на более глубокое сотрудничество с Россией, если она говорит о формате 3 плюс 3, который просто вытеснит Запад из региона, естественно, для этого нужны и логистические решения, и коммуникационные решения, которых у нее нет, и у России нет. И это до сих пор, потому что Армения стоит на своем, что нет, мы должны контролировать эти грузы, там должен быть таможенный сбор, там должен быть таможенный контроль, что означает, что ни о каких военных грузах речи быть не может, и о тех грузах, которые не будет разрешать Армения. Например, подсанкционные грузы. Если вдруг завтра решит Турция поставлять в Россию, кто может это контролировать? Продолжение следует... Продолжение следует...